Друзья, всем привет! В эфире Мотолайф. У нас видеообзор свободного мотоцикла. Это у нас Kawasaki Vulcan 1500. Это и фишный мотор уже. Вот такой вот прикольный аппарат. Японец его обвесил всякими штуками. Вот, и, собственно, катался на нем довольно-таки, катался, короче. 4169, последняя цифра номера рамы. Сейчас мы запустим двигатель. Вот, послушаем, что работает. Делаем кружочек. Все, мотоцикл завелся, работает. Ну, в принципе, работает, как и должен работать вулкан. Ничего постороннего я особо не слышу. Так, смотрим работу оптики. Поворотник один есть, второй есть, свет переключается. Так, у нас есть дополнительная люстра, она горит только при близнем цвете. Ты когда переключал, она горела, загоралась и тухла. Так, сигнал, мы послушали, работает. Смотрим сзади. Поворотник один, второй, стоп-сигнал, стоп-сигнал работник. Мы сейчас сделаем небольшой кружочек на нем. Вот такой вот аппарат. Японцы любят немножечко пафоса на мотоцикл налетить всякого разного, обвешать его непонятными всякими штуками, талисманами, наклейками и так далее. Собственно, что и произошло с этим мотоциклом. Вот. Ну, мотоцикл на ходу, передвигается, все работает замечательно. Давайте сейчас посмотрим его внешний вид. Итак, очень много чего у него на лобовом стекле, прям очень много, я не знаю, как через него смотреть. Но, тем не менее, само стекло, насколько его видно, без каких-либо повреждений. Куча у него черепушек, наклеечки там всякие, смертельное оружие там, нашивки всякие, US Air Force. Ну, в общем, много чего он навешал по оптике. На ободке он что-то такое блестящее понаклеивал сюда, вот видите, да, вот здесь, здесь козырек, стекло, фары и люстры дополнительного света, все целое. Здесь у него что-то тоже похоже на дополнительную оптику, но оно не горит, я не знаю, что это такое, но оно здесь тоже есть. Батон вот такой вот висит, да, то есть, тулбэк так называемый, вот, в нем ничего нет, но он тут есть. Крыло, повреждений на нем никаких нет, здесь вот черепульки, вот такие вот, небольшие сбои краски есть. Здесь, я так полагаю, это все-таки, наверное, от сумки. Бамперочек такой стоит, вот, здесь у нас небольшие элементы коррозии имеются, но не критично. Колесо визуально выглядит неплохо, вот, если честно, особо репок на нем не вижу. Тормозные диски, один, второй, оба-два довольно толстые, есть незначительная выработка. Так, колодки. Колодки в остатке, наверное, процентов 35-40, ориентировочно. Амортизаторы у нас закрыты, вот, но вилочка там все обслужена, ничего не течет, все довольно-таки хорошо. Радиатор с защитной сеточкой, вот, соты, насколько видно, без повреждений, опять же, там какие-то наклеечки на нем. Вот такие вот дудки стоят. Дуга безопасности, без каких-либо потертостей. Платформа большая, тоже, опять же, наклеечки, большая педаль, нахлобучка на нем сверху тюнинговая стоит, на педальку. Двигатель, хром, в довольно хорошем состоянии, ничего не сколото, повреждений нет, ребра охлаждения на моторе целые. По баку тоже без нюансов, опять же, наклеил что-то здесь, здесь что-то вот наклеил, в общем, любитель наклеить, японец был. Защита стоит на коллекторах. Коллектора сами у нас идут по типу фиштейл, вот такие вот. С этой стороны у нас все без нареканий, без повреждений, все отлично. Ящик боковой, кофр правый, опять же, изобилует наклеечками всякими разными. Здесь у нас дуга безопасности, вторая, задняя, тоже полезная штука, что-то здесь заклеено, возможно, были потертости. Решеточка такая стоит, как дополнительный багажник, сумочки, в которые можно что-то положить. Кофру у нас, наверное, на ключе закрыт, сейчас возьмем ключик, посмотрим, что у нас там в кофре состояние. Так, в кофре у нас вот такие вот вещи, да, то есть, любимые женщины-японцы, которые на нем ездил. Лямки удобные, штуки, потому что кофр открывается вбок, да, чтобы ваши вещи не повыпадали, вот можно это все на вот эти лямки пристегнуть. Крышка целая. Так, ключик пока положим. Смотрим дальше. Планка под номер, оптика, все целое, опять же, вот куча всего, вот он тут наклеил, всякие штуки. Ну, самое главное, что нас интересует, состояние хрома хорошее, стекляшки все у нас целые. Планка под номер, соответственно, присутствует, бамперочек сзади, также все есть, спинка целая с этой стороны, состояние обивки еще посмотрим. Здесь также есть решеточка, вот тоже такая же сумочка, как и с той стороны, кофр тоже закрыть. Так, здесь у нас, опять же, какой-то вот, какой-то фетиш японский. Состояние самого, состояние самого кофра довольно-таки неплохое. Здесь вот есть даже кармашек под документы какие-то, тут что-то можно положить. Крышка целая. Вот, в принципе, по кофрам нареканий никаких нет. Ключик возвращаем. Ключик, кстати, как видите, да, ключиков два, есть брелок какой-то ветеранский, ключик вот такой вот, и вот такой вот. То есть, японец заморочился по полной, вообще во всех смыслах. Здесь смотрим, боковая крышка целая, платформа пассажира. Выхлоп без каких-либо повреждений. Дуга целая, но тоже на ней что-то наклеено. На кофре есть вот такая вот небольшая коцка. Сверху крыло без повреждений. Все замечательно. Здесь не показал, да, тоже. Платформа целая, крышка вся целая. Все замечательно. С этой стороны смотрим дальше. Платформа водителя тоже с окантовочкой, с наклеечкой. Качелька, на качельку он налепил опять же вот что-то такое вот непонятное. По двигателю хром, как мило, да, блестяшки. Хром все отлично, не спученный, без трещин, без колу, без ничего. На цилиндрах также ребра охлаждения целые. Бак с этой стороны без повреждений. Сидушки смотрим. Сидушки целые. Ну, собственно, по сидушкам никаких нареканий не имею. Ну, и сама спинка также все замечательно. Бак. По баку сверху без нареканий. Но здесь вот, я думаю, вам видно, да, вот какое-то пятно. Возможно, здесь что-то было наклеено. Возможно, это что-то сняли. Вот тут вокруг немножечко от солнца выгорела краска. А вот это темное пятно осталось. Вот, ну, собственно, вот как есть. Дуга здесь также без повреждений, не потертая. Дудка присутствует. С этой стороны амортизатор тоже, ну, как и с правой стороны. Все, все один в один. Смотрим руль. Грипс вот на наконечниках черепулька вот здесь вот. Черепулька вот здесь вот. Грипса целая. Наклеечка вот такая. Ручка сцепления гидравлика. Шарик целый. Крышка, опять же, обклеена чем-то. Зеркало целое. Кнопки все присутствуют. Есть стразики на болтиках. Захотите открутить, будете снимать стразики. Вот. Здесь у нас вот такой вот чемоданчик небольшой. Тоже что-то можно сюда положить, засунуть. Вот. Крепление под телефон. Навигатор вот такой вот древний. Называется компас, если кто не в курсе. По нему люди передвигались давным-давно. Вот такой вот шильдик приклеенный. Здесь у нас... Это у нас, если я не ошибаюсь, пепельница. Да, это у нас пепельница. То есть японец был курящим. Курил в салоне. Вот такой вот человечек, не знаю. Герой какого-то японского мультика, наверное, сделанный под стаканник. Здесь опять же какой-то у него брелок. Косуха в комплекте. Ну, вряд ли кто-то себе ее по размеру придумает. Но, тем не менее, вот смотрите, вот такая вот замечательная косуха здесь имеется. Здесь у нас также стразики. Кнопочки все на месте. Дроссель рабочий. Черепок здесь, черепок здесь. Ручка переднего тормоза. Шарик целый. Также бачок у нас, крышечка облеплена вот такой вот штукой. В принципе, ну, крепление по телефону я уже сказал. В принципе, вот так вот. На зеркалах у него еще вот есть вот такие вот штуки, да. Но это зеркала уже такие вот, можно сказать, тюнинговые. Стоят вот с такими вот вещами. Вот такой вот аппарат, друзья. Это у нас Yamaha. Ой, господи, вообще Yamaha. Kawasaki. Kawasaki. Вулкан 1500. Вот, эфишный мотоцикл. Вот, кому интересно, пожалуйста. Мотоцикл свободный, мотоцикл в наличии. Звоните, пишите, будет вашим. На этом все. Всем спасибо. Всем хорошего дня.